Ольга Стройкова рассказывает, в детстве испытывала страх к прививкам. Сейчас женщина понимает их необходимость и ежегодно проходит вакцинацию. Я прививаюсь каждый год. И если заболеваю, то либо в лёгкой форме переболею, без осложнений, или же вообще не заболеваю. Каждый год Всемирная организация здравоохранения даёт рекомендации разработчикам вакцины, какие именно компоненты добавлять в прививку. Потому что вирусы ежегодно мутируют. После прививки, рассказывают медики, у некоторых пациентов может першить в горле и подняться температура. Если человек знает, что его организм реагирует на вакцину именно так, к ней стоит подготовиться. Врачи выписывают пациентам специальные препараты, которые нужно пить 3 дня до и 3 дня после прививки. В данном случае вот эта совигриф, она у нас была уже в сентябре, она приехала, сейчас привезли. То есть она переносится очень хорошо, очень легко. Прививки, почему сейчас хороши и нужны в данном случае, потому что тяжелый грипп, во-первых. Во-вторых, любая прививка от вирусов, она все-таки немножко продуцирует и следующую прививку помогает. Следующие болезни вирусные. Вот, то есть переносятся болезни легче. И очень мало или меньше становится осложнений. По итогам сентябрьской прививочной кампании вакцинацию прошли 50% жителей Самары. На второй этап медикам дали гораздо меньше времени, поэтому в больницах время работы процедурных кабинетов продлили. Мы обращаемся к населению прийти в лечебное учреждение. Мы готовы сотрудничать с работодателями и в удобное для работающего населения время организовать по специальным графикам прививочную кампанию. Прививку можно сделать при наличии полиса как в будни, так и в выходные дни. Процедурный кабинет открыт с 8 утра до 8 вечера. Мария Левина, События.